Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусное национальное казахское блюдо бишбармак. Вы знаете, я это блюдо люблю, я его уже очень давно не готовила. Сегодня решила побаловать своих мужчин, ну и конечно же беру вас с собой. Как я могу что-то особенно интересное, особенно вкусное готовить без вас? Вы знаете, я для этого блюда даже не поленилась и специально сходила в магазин для того, чтобы купить большую-большую плоскую чашку, я не знаю, тарелку, даже не знаю как это назвать. Посмотрите, вот такую вот огромную тарелку я купила, но она, это даже не тарелка, это наверное чашка, потому что она железная, железная, тяжелая и огромная. Эта вкусняшка выкладывается на большое и плоское блюдо, поэтому если у вас такого нету, то тоже бегом в магазин, приобретаем сначала необходимую посуду, а потом уже беремся за вкусный рецепт. Ну что, приступим? Самое первое, за что мы приступаем в приготовлении этого блюда, это нам нужно отправить варить мясо. Добавляем вот такой вот кусочек говядины и вначале мы его варим просто в воде, то есть мы сейчас сюда ничего не добавляем, ни специи, ни соль, ничего. Ставим на плиту, накрываем крышкой и ждем образования пенки. Как только здесь образуется пенка, то необходимо ее всю собрать, чтобы бульон был абсолютно чистый и только потом мы уже будем насыщать этот бульон специями. Ваше мясо закипело, вы собрали перед тем, как оно закипело пенку, смотрите, у меня вот столько вот получилось пенки, всю пенку собрали и теперь мы уже делаем насыщенный бульон. Конечно же добавляем соль, я добавлю полторы ложки, но я в дальнейшем буду его пробовать на соль, если мне будет недостаточно, я потом добавлю еще. Также перчик душистый, вот столечко. Перчик горошком, тоже небольшую щепотку и отправляем сюда одну морковь и одну луковицу. И варим мясо приблизительно 2,5 часа, оно должно быть сварено до наинежнейшего состояния. Далее, смотрите, берем в сковородку и отправляем в эту сковородку обжариваться лук. Я брала 4 крупных луковицы и нарезала их полукольцами. Лука в этом блюде должно быть много, вот так вот. Хорошо его обжариваем. Мясо у меня варится уже 2,5 часа. И теперь я пока еще мяса не достаю, но отправляю сюда картофель. Картофель, смотрите, я нарезала вот такими вот дольками. И вот этими дольками отправляю в этот бульон вариться картошку. Конечно, одним из основных ингредиентов в этом блюде является тесто. Тесто должно быть невероятно вкусным и нежным. Так что берем муку и приступаем за приготовление теста. Для теста нам понадобится бульон от нашей говядины. Смотрите, я взяла вот такой вот мерный стаканчик, отмерила 200 мл бульона. Бульон я набирала половником и пропускала через вот такое вот ситечко. То есть нам надо, чтобы бульон был чистенький. Теперь необходимо подождать, чтобы он немного остыл, чтобы он не был прям вареным кипятком. И будем замешивать тесто. Берем 2 яйца. Перемешиваем их. Вводим сюда бульон. Солить это тесто не нужно, так как бульон у нас уже соленый. И теперь постепенно вводим муку. Вводим муку и замешиваем тесто. У меня часто спрашивают, когда я делаю тесто, Люба, сколько в граммах ты кладешь муки, когда замешиваешь тесто? И вы знаете, я всегда говорю, я делаю на глаз. Я считаю, что самое главное, это узнать, сколько вы в тесто решили положить жидкости. Ну, чтобы точно вы понимали, сколько и чего. Вот смотрите, из жидкости у меня здесь 2 яйца и 200 мл бульона. И дальше все всегда элементарно и просто. Вы добавляете муку до такой степени, пока она перестанет быть вот такой вот липкой. То есть, вот видите, она у меня еще пока что жидковатая и липкая. Вот я ее ввожу, ввожу вилочкой пока перемешиваю. Еще добавляю муки. Затем, как у меня тесто перестает быть таким вот липким и склизким, я его выкладываю на стол и уже замешиваю руками. Я считаю, что тесто не может в себя взять больше муки, чем на то способны 200 мл жидкости. Ну, просто оно не может, понимаете. Оно возьмет ровно столько, сколько в ней жидкости. Вот наливи 200 мл, значит, ну вот приблизительно у нас у всех должно будет уйти одинаковое количество муки. Вот, смотрите, вот так вот, видите, оно уже закаталось такое, что его можно уже брать в руки. Оно не такое липкое и жидкое. И теперь я его просто беру, выкладываю на стол. Вот так вот. И замешиваю уже на столе. Также потихонечку добавляю муки, пока у него не будет такая приятная однородная консистенция. Вот так вот замечательное пельменное тесто у нас получается. Теперь убираем его обратно в чашку, в которой мы замешивали это тесто. И пусть этот комочек немножечко полежит, отдохнет. Ну, хотя бы минут 20 дадим ему отдохнуть этому тесту. Тесто у нас отдохнуло. Достаем его. И сейчас нам нужно его раскатать тоненькими пластинками и нарезать на квадратики. Вы знаете, я взяла вот такую вот досточку, у меня есть. Раскатывать на этой доске, чтобы не порезать клеенку на своем столе. Так, посыпаем муку. Так. На нашу досточку. И я, смотрите, буду отрезать небольшие кусочки теста. Мне так будет раскатывать гораздо легче. Вот так вот. Также немножечко присыплю мукой. Вот так. Хоп-хоп. И раскатываю. Вот я раскатала первый пласт. Смотрите, у меня оно получается прям тоненькое. Тоненькое-тоненькое. Так. И теперь его нужно нарезать на квадратики. Продолжение следует. Такие вот квадратики у меня получаются. Не маленькие. Вот, смотрите, где-то примерно с мою ладошку умещаются на ладошку. И очень-очень-очень тоненькие. То есть это прям вообще тонюсенькое-тонюсенькое тесто. И так нужно проделать со всем нашим тестом. Ну вот, я советую делать, как я. Отрезать небольшие кусочки. Небольшие кусочки раскатывать. Так гораздо легче, чем пробовать, ну вот этот вот огромный кусок теста раскатать на такой вот тоненький пласт. Все, тесто у меня готово. Вот, посмотрите, сколько получилось. Вот такие вот лепешечки. Лепешечки тоненькие, нежные. Присыпала каждую лепешечку мукой сверху. Вот, видите, они у меня присыпаны. Чтобы они не слиплись друг с дружком, пока будут ждать своего часа. Так, ну и смотрим, что у нас тут. Смотрите, картофель у нас уже полностью сварился. Вот, он вареный, он готовый. Достаем картофель, мясо, морковь. Все из этого бульона достаем и отправляем в этот бульон отвариваться тесто. Так, смотрите, бульончик я процедила, добавила сюда еще немножко воды, так как он практически весь выварился, и его было вот так вот уже в кастрюльке, чтобы как бы тесто нормально сварилось. Добавила водички. Сейчас доведу до кипения. Здесь уже у меня ничего нету, никаких ни горошков, ничего, просто процеженный хороший говяжий бульончик. Сейчас доводим до кипения и будем отваривать мяско. Картофель я достала. Вот он, он у меня вареный в кастрюльке. Также я достала морковь и луковицу. Луковицу, конечно, мы будем выкидывать, она уже прям вся разваренная. Морковочка у нас замечательная. Сейчас мы ее нарежем и отправим в это блюдо. Это будет очень-очень вкусно. Ну и вот я достала говядину. И посмотрите, какое мясо. Все-все вообще расходится. Очень нежное. Сейчас его нужно нарезать. Так, ну и вот смотрите, лучок у нас поджарился. Вот такой вот вкусненький, румяный, обалденный лучок. Теперь отправляем сюда нашу вареную морковочку. Я ее нарезала кубиком. Вот так. Перемешиваем морковь вместе с луком. Чуть-чуть немножко обжарим морковь. Итак, бульончик наш закипел. Отправляем сюда вариться тесто. Итак, морковь у нас тоже обжарилась. Теперь отправляем сюда зелень, укропа и петрушки. И так же добавляем сюда один половник говяжьего бульона. Я даже думаю, тут у меня много получилось лука с морковью. Я даже думаю, что где-то вот полтора половника бульона будет самое то. Все. Тесто у нас тоже сварилось. Приступаем к сборке нашего блюда. Итак, первый слой у нас идет тесто. Затем по краям выкладываем картофель. Я сначала думала его по краям выложить, но поняла, что у меня его достаточно много получилось. Поэтому отправила его по всему блюду, этот картофель. Вот так вот распределяем. Вот так вот. Красота! Посредине выкладываем мясо говядины. Сверху на все это выкладываем нашу луковую зажарку. Также добавляем сюда немножко перышек зеленого лука. Это блюдо кушается руками. Это блюдо очень-очень вкусное. Поверьте мне, если вы приготовите так, как я вам показала, то это будет очень вкусно. Берете кусочек теста, кладете на него мяско, немножко жареного лучка в это тесто, можно долечку картошки и пару перышек лука. Вот так вот все это выкладываете, заворачиваете и кушаете. Это очень вкусно! Я вам всем желаю приятного аппетита!